Привет, друзья! Если время от времени человек, как чайник, парни выпускает, например, в любимом деле, и всё время находится в напряжении, потому что, например, он всё время занят не тем, что ему нравится, а у него накапливается конфликт внутренний между тем, что он делает, и то, что хотел бы делать. Естественно, может быть, он не в своей роли в жизни находится, не тем делом занимается, или жена замужем не за тем человеком и вынуждена постоянно исполнять его представление о том, какая она должна быть. Вот эти несоответствия, эти несинхронизации между ментальным состоянием и между физическим состоянием, то есть духовным и материальным, естественно, это потенциал высокого напряжения. И поэтому в любимом деле надо сбрасывать это напряжение, потому что если это напряжение не сбрасывается время от времени, или человек не делает обнуление с помощью ключа, или он не занимается какой-то физкультурой, где есть попеременные напряжения расслабления, то он это напряжение, естественно, сбрасывает иногда на близких, когда уже до края доходит, и этот пар выпускает на знакомых, или там комменты такие пишет, или там начальник он выпускает на подчиненных. Поэтому, в принципе, вот это обнуление, чтобы разгрузиться, освободиться от напряжения, это делается в разных формах в жизни, либо пейте водку, либо бейте соседа, либо бейте стекла. Сейчас мне вот, видите, звонят мне. Извините, я сейчас занят, через пять минут позвоните. Да, и поэтому время от времени у человека бывают эмоциональные взрывы. Вот эти эмоциональные взрывы, они связаны с тем, что у него внимание иногда бывает очень сильно сосредоточенное, например, он что-то вынужден делать, усилив волю, применять для того, чтобы себя сдерживать в чем-то, или сосредоточен на каком-то деле, потому что надо получить результат. Или, допустим, эти эмоциональные взрывы бывают, когда у человека, например, ожидание одного, а получает он другое. Вот это несоответствие. Короче говоря, очень много противоречий. И поэтому, еще начиная с древнеиндийской философии, которую потом для Запада, для современности трансформировали в словах, объясняли в словах и Гуджиев, и Блаватская, и современные психологи сейчас об этом говорят, например, Чихсен Михаил о потоке и экстазе в любимом деле. И Будда говорил в свое время о нирване, и вообще-то вот это самадхи, сатари, это тоже связано с экстазом в йоге, например. И, короче говоря, и дзен, и вот это нирвана, и поток, это все как бы люди пытались объяснить и донести до других людей какими-то своими словами самые главные механизмы работы мозга. Что есть, например, в мозге состояние фиксированного внимания и состояние максимальной рассредоточенности. То есть, есть фиксированное внимание, это доминанта, как говорил Ухтамский, доминанта. И есть состояние максимальной рассредоточенности, это, как я говорю, нулевое состояние или нейтральное состояние, или состояние свободного сознания. А они раньше называли это безмолвием, или там великим ничто, или отсутствием мыслей, состояние неума. Ну, по-разному это называлось. Вот посмотрите, в моей модели работы мозга есть четыре агрегатных состояния работы мозга. Это когда много доминанта, это обычное состояние. Когда фиксированное доминанта, это транс. Когда вы ничего не видите, не слышите, только вот у вас перед глазами то, чем вы занимаетесь. А нулевое состояние, переходное между бодрствованием, трансом, между сном и сном со сновидениями. Таким образом, четыре агрегатных состояния и нулевое состояние, которое сегодня модно называется психологами, дефолт работы мозга. Когда мозг не задействован, то есть не фиксировано внимание. Когда есть такая свобода, когда нет вообще доминанта. Вот это очень интересное явление. Именно там сплавляются разные опыты человека, который он получает в одной деятельности, в другой. Некий целостный опыт развития личности. По существу фиксированное внимание у нас часто возникает из-за того, что материальные обстоятельства на нас давят. И нам надо как-то сосредоточиться, чтобы решить вопрос. А вот это рассеянное внимание, максимально рассеянное внимание, это состояние, когда у нас возникает момент, мы как бы слышим себя, мы как бы думаем о чем хотим, думать. Мы все текут спокойно, ничего внутри эмоционально не задевает. Эмоциональная отрешенность называется в йоге созерцание. И когда вы одновременно и участник событий, о чем вы думаете, и в то же время свидетель. То есть эмоциональная отрешенность. Вот это состояние у девочки на уроке, например, от усталости, от того, что она не выспала, загляделась в окошко и как бы отрешилась. И вот это состояние отрешенности, нефиксированности, это состояние не ума, отсутствие внутреннего диалога, когда как бы ни о чем и не думаешь. Это состояние у Будды называется нирвана. И вот я тот человек, который изучает все вот эти и религии, и вот эти методы, и Блаватскую, и Чиксен Михаи, и всех других, я утотренинг и так далее, и так далее. И все методы мира, и сильную, и самые разные методы. У меня было время, годы изучать это все, и я понял, что тот, кто доносит понятнее всего, тот и получает много отзывов, понимания. Вот я вам когда сравниваю, что Будда, когда сидел, и у него отсутствие мыслей, да, и такое состояние, вот такое, равновесие, улыбка Будды, да, равновесие. Это источник мудрости, и там нет фиксированности такой, там есть духовность такая, вот это нирвана в буддизме. И девочка, которая вот все время была напряжена, не высыпалась, сейчас сидит на уроке, и вдруг она вот это попеременно раз, и как бы отрешилась, и вот эта мысль текут, и ничего не трогают, так облака. И просто, чтобы вы поняли, что это то же самое состояние нирваны, но чем же все-таки Будда отличается от этой девочки? А то, что у девочки это состояние возникло не по ее воле, а связанное с обстоятельствами, то есть спонтанно. И помогло ей удержаться в здравом смысле, потому что если бы она этого случайно не получала, напитки напряжения, вот так не забывалась, так она бы давно попала в психиатрию, потому что эта разгрузка нужна. А Будда, Будда, в отличие от этой девочки, получает это состояние, ну, условно говоря, по своей воле, а не в силу обстоятельств. Но он тоже, к сожалению, не мог его выразить, потому что сколько он не пытался выразить, по преданиям, ему говорили, рассказывали вот об этом состоянии и говорили, это это состояние, а он говорит, нет. Потом, это это состояние, а он говорит, нет. Это это состояние, а он говорит, нет. То есть вот найти слова, чтобы объяснить, что такое, когда ты ни о чем не думаешь, что это твое естественное состояние, твое родное состояние. Но если ты вдруг тогда-то себя поймаешь на этом состоянии, что ты как бы ни о чем не думаешь, замечтался, отрешился эмоционально от всего, то ты не связан с этими конкретными материальными обстоятельствами. Это какое-то духовное состояние. И в нем люди развиваются, когда научаются его получать по своей воле. И поэтому наш метод ключа, он как раз таки рассчитан на то, чтобы человек мог понимать, а я для этого объясняю на современном языке, доношу до понимания с помощью примеров, выделяю фиксированное внимание и рассеянное внимание. И говорю о том, что если резко происходит этот переход от фиксированного, сосредоточенного внимания к рассеянному вниманию, вот этот контраст резкого перехода включает эндорфины. И человек получает вот это самое, о чем говорил Чиксель Михаил, в любимом деле у него бывают вот эти, как они называются, ой, ну приятные такие вот катарсисы, не катарсисы, а вот этот, сейчас, 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 я где-то, экстаз, эйфория. Экстаз, потому что эндорфин включается. Так вот, если вы занимаетесь любимым делом, вы себя поддерживаете. Если вы любимым делом не занимаетесь, а вынуждены все время заниматься напряженно вынужденными делами, которые заставляют вас материальные обстоятельства делать, вы будете взрываться, или лекарства будете пить, или мужики водку пьют, или колотят своих жены, или детей орут там и так далее. Я тоже взрываюсь, естественно. Когда я очень напряженный, думаю о чем-то, конкретно мне вдруг звонят и звонят, я тоже взрываюсь, потому что вот мне звонит человек и говорит, можем мы с вами поговорить на какую-то тему, такую отвлеченную, которая вообще не касается его сегодняшнего разговора. Я тут людям помогаю, он меня хочет отвлечь, и я тоже взрываюсь, а как же. Я ему говорю, позвони через 15 минут, опять звонит. Ну что делать, ну давайте. Бывает, я почему должен поднимать току, повышая как скорую помощь работающую, потому что мне часто звонят люди, которые помощи просят, им я отвечаю. До встречи.